Сегодня свеженький, можно, да, все? Виталя, что было слышно у вас на скамеечке, когда вы начали терять свое преимущество, которое казалось совсем уж выигрышным? Что там? Я не помню, вопрос. Что было слышно у вас на скамейке, ну, какие указания давали тренеры, чтобы остановить отступление, когда вы большое преимущество свое начали терять? А, ну, мы просто должны были, ну, нам дал тренер задачу передерживать мяч, тянуть время, и, по сути, если бы мы так и делали, то я думаю, у нас бы все и вышло. А так где-то ребята, видимо, уступили, где-то там решили бросить решающий босс, кто-то передержал мяч, кто-то, ну, как сказать, сделал неправильную атаку, так можно сказать. И вот все, это все колоссально все изменило. Ты считаешь, что вот психологически ваша команда концовку в концовке дрогнула? Не показала то, что она может? Ох, тяжелая вопрос. Такая, не знаю, такая... Нет, ну, ты же знаешь своих товарищей. Да, ну, не скажу, что мы дрогнули. Мы просто как-то поддерживали друг друга, и как-то все вот, ситуация просто произошла. И все, знаете, как за секунды и не успел ничего понять. Не успели просто. Нет, это вот когда вы ввели два очка, шесть секунд до конца игры, ваши игроки идут штрафные, и тут какой-то конфликт. Что там произошло? За что дали технические фолы? Даже мы? Я сам не понял, честно. И вам никто ничего не сказал? Нет, мы просто все равно поддерживали. Вы, видимо, обматюкали друг друга, наверное, игроки. Ваши наш, да? Не знаю, конечно. Наверное, вы так сказали. Раздали и нашему техническому, и вашему техническому. Максим Канатей вроде сделал тачок, и поэтому дали неспортивный. Поэтому было два броска. Какой мог такой момент, когда вы ведете два очка в шесть секунд, забрасываете одну штрафную, и все, там уже ничего нет. Как ему все так вести? Или у вас там нет, понятно? У нас иностранцы, у вас боги, да, получается? Нет, у нас такого понятия нет. У нас все наравлены. Ну, я не знаю, но они все ведут себя так, такие секунды. Тем более, он не иностранец, он наш. Похож. По-моему, похож. Ну, у нас все наравлены. Все устраиваются, в любом случае поддерживают эту дуану. Не важно, в какой ситуации. Да, произошел только конфликт, все равно нужно идти дальше. Да, идти, конечно, надо дальше. Просто, видимо, хантропы где-то не доработали, и все. Там секунды, там просто движение руки, и мяч уже входит. Какое движение руки? Игра закончена. Идет человек брать, играть, что... Там уже нет игры. Идет человек бросать штраф в мере. И у тебя какой-то конфликт, потому что детского стола там рядом. Кто-то с кем-то там... Там не было игры. Дверь, 6 секунд до конца. Вы идете бросать штраф в мере, плюс 2 в вашу пользу. Игра остановлена. Какое там движение руки? Что там произошло? Я говорю, по последней секунду. Ты интересна, может, самим? Игры, что не было же. Все замерли в ожидании штрафных. Спасибо вам за игру. Желаем вам успехов. Спасибо. И счастливого пути. Спасибо большое. Всего хорошего. Довольно ощутимого, да, более чем ощутимого преимущества. Недостаточно для победы. Вот. Вы о чем-нибудь пожалели, о тех своих шагах, когда было все комфортно для вас, складывалось в первой половине и даже в третьем периоде. И что, может быть, вы там неполную нагрузку лидерам давали? Нет, я не считаю, что я какую-то неполную нагрузку лидерам давал. Я давал играть людям те, которые вошли сегодня хорошо в игру. Лукьянов с Будивильником хорошо смотрелся. Здесь, видимо, ему хотелось себя чрезмерно проявить. Молодой парень. И я так понимаю, что он в какой-то степени перегорел. Две потери, его две передачи в руки в такой игре, когда нельзя давать ни единого шанса команде Николаеву почувствовать свою игру, это непозволительно. Что и случилось. Одна потеря, вторая потеря. Не только с его стороны. У нас нападение стало, зал поднялся, начался ажиотаж. И, в принципе, почему-то наши ребята тоже втянулись в эту нервозную обстановку. По сути дела, я сегодня скажу одно. Ваша команда просто везунчики сегодня по игре. Незаслуженная победа, но заслуженный выигрыш. Потому что в такой ситуации мы не имели права проигрывать. Ни в коем случае. Мы вели уверенно. Да, потом пошли качели. Тем не менее, мы в концовке шли все время впереди. Ни разу в конце буквально вышел один раз Николай вперед. А дальше все было в нашу пользу. И тот технический фолл, который получил Иванов, давал нам право пробить два штрафных и еще выносить из-за боковой. И тогда уже опять был бы фолл. Мы бы опять пробивали. То есть концовка просто была как в шахматах расписана. Если бы не эмоции, которые захлестнули, наверное, под воздействием ваших зрителей. Вот этой тяжелой обстановки не выдержали Нирова. И получилось так, как получилось. Абсолютно, абсолютно отвратительный проигрыш. Вроде бы с Будивельником сыграли хорошо. Был подъем. А сегодня сами себя загнали в большую яму. Загнали, пожалуйста. Вот этот конфликт за 6 секунд до конца. Что там произошло? Мы так толком не было понятно. Ну, вы спросите у игроков, у тренировок команды Николаева. Я так понимаю, что Иванов повел себя недостаточно корректно. Судьи его за это наказали техническим фоллом. Боря вполне оправдывал. Важно, что он получил технический. Он получил не технический, он получил неспортивный фолл за толчок в спину Иванова. То есть до игрока нельзя дотрагиваться, активно какие-то проявлять моменты неприязни путем толчка или еще что-то. Вот за это он получил неспортивный фолл, который карается двумя пробитыми штрафными и выводом мяча из-за боковой центральной линии команды, против которой это было совершено нарушение. Вот и все. То есть здесь все по букве закона. Сами проиграли игру. Ну и на концовку. А так, в принципе, и по содержанию игры вы могли быть довольны действиями своих? Сложно сказать. Сложно сказать, потому что в первой половине у нас многое получалось, во второй половине не совсем. Процент подпал, подсел. И сегодня опять мы на штрафных нехорошо выглядели. Это что-то с психологией, не более того, я так понимаю. Выводили игроков, чисто били, атаковали, не могли забить. Со штрафными, вот, 73%, да, это не наш процент. У нас 80% по сезону шло, 86%. Забей этих пару штрафных, хотя я уже не говорю в концовке, когда в Диенко пробивал, на нем сфалили два штрафных из двух, один забил и так далее, и так далее. Как не обидно? Но такие чудеса только в баскетболе бывают. Вы знаете, как это не обидно, но играют не роботы, а люди. Поэтому всегда присутствует человеческий фактор. Я думаю, сегодня в концовке он провелся в полном мире. Мне сложно до конца объяснить действия игроков, которые сами выходят, и у них все в голове. Спасибо за игру. Счастливый опыт. Артем, скажи, пожалуйста, как в последнюю атаку намечалось, кому бросать, кому зачем идти, и как ты помнишь свои действия? Как удалось пробраться, так сказать? Была задача агрессивно пойти в проход, кто побыстрее Тонченко или кто, и там пойти в проход бросать с ближней, ну, с под кольца или со средней дистанции. Ну, так получилось, что он бросил, промазал, мы все уже туда пошли на подбор, ну, удачный отскок, где повезло подбить и мяч в кольцо. Ну, а так, вот по игре, когда вот долго не заводилось у нас ничего, а вот когда все-таки наша команда завелась и почувствовала, что вот-вот, что можно этот матч спасти? Ну, когда мы проигрывали там 21 очко уже, все, ну, не получалось в защите, нападение тоже так, ну, средне было. Потом просто, ну, ребята, ну, поговорили, чтобы в защите более агрессивно, мы начали более агрессивно заступ делать, там, несколько удачных перехватов, где они даже несколько раз по кольцу не успели бросить. В защите очень хорошие действия были. Включились, как-то так, и потом еще забили в этот момент, чуть-чуть сократили дистанцию. И уже, когда ушли в половине, уже в раздевалке чуть по-другому настраивались. Ну, они, ну, они не знали, что делать против такой агрессивной защиты. Не были готовы. Спасибо за игру, спасибо за поддержку. Вам спасибо за поддержку. Выглядело особенно, ну, вот, можно сказать, большую часть, первую половину матча, команда выглядела как-то не собранной, не готовой. То ли у отдельных игроков не получалось, то ли вообще настроек как-то не было. В частности, и завелись поздно и Тонченко, и Кушниров, основные, так сказать, разыгрывающие. Вот, в чем там была причина, какая это была объективная? Или, может быть, это субъективный фактор? Ну, начнем с того, что выпал в первой половине и Горбатюк Андрей, и Александр Кушниров. Вот, и наша защита, как бы, давала слабинку. Те моменты, которые мы обговаривали на тренировках, тренировали, те моменты. В игре они были сыграны не до конца правильно. Кто-то или поздно выходил на подстраховку, или забывал выходить. Эти моменты, они были ключевыми. Вот, плюс нападение запорожцы просто перекрывали нам всевозможные ходы, и ребята чувствовали себя неуверенно, когда не получается ни защита, ни нападение. За этого провал. Плюс мы во второй четверти тоже катастрофически проигрывали щит. Это все влияло на результат. Ну, в раздевалке попросил, чтобы команда сыграла более строже. Любая возможность убежать в быстрый прорыв должна была использоваться. Плюс активизировалась, чтобы команда на подборе. Ну, вот это все дало свои результаты. Плюс Александр Кушниров сыграл значительно лучше во второй половине, чем в первой. Утонченная, ни травмы, ничего. Ни травмы, просто Галенко выглядел более лучше. Плюс задача была держать высокий темп, поэтому часто и замены были. Ну, и в определенный момент Галенко очень удачно играл, поэтому Тонченко чем больше пересидел. Что сегодня было с Тонченко? Что-то явно было не в своей тарелке. Я могу пригласить его на пресс-конференцию и спросить у него. А вы главный тренер? Как будто он где-то летал. Последнюю атаку все по плану получилось? Обсуждали, кто должен пойти в проход, кто должен бросать? Если бы все было по плану, мы бы уже выиграли заранее эту игру. Иногда приходится игрокам импровизировать, потому что защитники тоже не сегодняшние, да, игроки новые. Опытные люди выходят в концовке доигрывать. Поэтому всегда сложно. И в таких моментах должна быть и импровизация, и большая доля везения. Потому что, по большому счету, это уже лотерея. Сегодня нам повезло. Синдия, вот вы в прошлой бесконференции после игры с химиком Кубковой сказали, что в команде дела, скажем так, мягко. Улучшения пока нет. Да, ну вы понимаете, о чем я говорю. И сегодня было подтверждено, что нет ни группы поддержки, ни наши уважаемые коллеги-журналисты, которые обычно ведут онлайн, они его не вели. Просто была картинка. Я первую половину смотрел дома же в Мэкран-ТП. Потом я пришел на вторую половину. Только картинка, никто ей не террасит. Получается, что очень плохо даже и с тем, не знаю, с оплатой. По картинке это не ко мне вопрос. А к президенту, может, к директору клуба. Ситуация материально пока не улучшилась, хотя есть обещание, пожелание, что скоро должно все наладиться. Но пока что в ближайшие дни мы потеряем Александра Кушнирова. Я, кстати, об этом сегодня подумал. То есть он уже собирается покидать? Да. Известно, куда он ему ходит? В Одессу. Это будет... До игры... Не прямо еще будет? Да. Только один игрок пока. Пока только один. Можете в процентном отношении оценить сегодня профессионализм и везение вашей команды и команды соперников? Профессионализма у нас было больше, скажу так, во второй половине. Когда все собрано сыграли, выполнили установки, которые у нас были на игру, вот тогда команда видела, видно было, что играет с полной самоотдачей. Перекрыли все передачи, сыграли агрессивно на пикингроллах. И это дало свои плоды. И это дало свои плоды. В первой половине мы... Очень низкий процент профессионализма был. Ну и концовка игры, здесь больше удачи, потому что такая каша была под кольцом, подтолкнули мяч и он оказался отверстием. Это же нецеленаправленный бросок по кольцу. Сергей, ну как вы будете выбирать команду к матчу с Днепром, потому что Днепр это не Запорожье, это всегда такая команда. Давайте не будем все секреты раскрывать, не будем торопиться. Придет игра, увидите. Спасибо за игру. Я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые очень горячо поддерживали наши ряды. Спасибо всем, игроки это чувствовали и эта поддержка несла их, как на крыльях. Вот так вот. Спасибо большое. Вам спасибо.